This conference will now be recorded. Обсудим, как планировать и развивать свой карьерный путь специалистам финансового профиля. Также в конце я расскажу вам о подарках, которые получит каждый, кто зарегистрировался на данный вебинар. Вначале несколько слов про наш учебный центр. На рынке образовательных услуг мы уже 29 лет и за это время обучили более 1 миллиона человек. На практике мы заслужили звание ведущего компьютерного центра России с высочайшим уровнем качества образования. Мы вам гарантируем, что за счет уникального сочетания бауманской методики, преподавания современных технологий, проведения обучения и практик ориентированного подхода, вы получите качественное образование. Также как специалист службы трудоустройства я вам расскажу пару слов. о том, как в нашем учебном центре мы помогаем нашим выпускникам. Есть такая определенная логика, которую вы видите на слайде. И сейчас о каждом из этих точек на этом карьерном пути я расскажу чуть-чуть поподробнее. Первое, что мы учитываем при разработке наших курсов, в том, что сейчас на рынке труда ценится не просто получение корочки какого-то диплома, а умение выполнять реальные кейсы, реальные задачи, которые ставит перед вами работодатель. И все наши учебные программы изначально разработаны с учетом реальных требований рынка труда. После того, как вы получаете образование по тому выбранному профилю, на который учитесь, также предусмотрено ряд мероприятий, которые способствуют помощи трудоустройства. Первый такой курс – это успешный поиск работы в период кризиса и карантина. На него могут записаться сейчас все желающие, он проходит в формате онлайн. Есть вот QR-код такой в углу странички. Можете его отсканировать, перейти на страницу записи. 18 января следующий, прошу прощения, тут 2021 года, да, будет следующий поток. И там целый день вот Ольга Юрьевна, наш преподаватель, рассказывает, как правильно составить резюме, как правильно подготовиться к встрече с работодателем. Очень вам рекомендую, если вы сейчас вот в этом в поиске, также можете его пройти, он каждые две недели или раз в месяц проходит у нас. Далее, если у вас возникают какие-то индивидуальные вопросы, можете записаться ко мне на консультацию, либо по форме записи, которую можно по QR-коду пройти, либо написав мне на почту. Все ссылки на то, что я сейчас говорю, будут обязательно в чате чуть позже. И следующий такой логический шаг, который вы можете сделать, посетить день карьеры. Ближайшее мероприятие у нас запланировано на 20 января. День карьеры – это такой вебинар, где приходят работодатели, и в основном акцент мы делаем на вакансиях от работодателей для выпускников без опыта работы. То есть, если вы отучились, у вас нет опыта работы в данной сфере, то работодатели предлагают там свои вакансии. И также одно из мероприятий, где мы поддерживаем трудоустройство – это вакансии от наших партнеров. То есть, те корпоративные клиенты учебного центра, которые учат у нас своих работников, на практике оценили, что готовим мы хорошо, и они довольны качеством обучения, и потому проявляют такую лояльность к нашим выпускникам, и предоставляют нам вакансии. Наших выпускников рассматривают, конечно, в первую очередь. Все эти вакансии мы оперативно публикуем на наших телеграм-каналах, в группе ВК, в Фейсбук, где удобно. Вы можете подписаться на один из каналов. Также вы получаете рассылку ежемесячную с этими вакансиями. Обратите внимание, что мы в таком формате до вас их доводим. Ну что же, сейчас я хочу передать слово Елене Цыба. Елена – это преподаватель, ведущий по финансо-экономическим дисциплинам. Она сегодня расскажет подробнее о себе и также о курсе, который мы сегодня будем обсуждать. Елена, передаю вам права сейчас презентерам. У вас пока не слышно. Да, вижу в чат, вы пишете. Уважаемые учители, добрый вечер, приветствую всех. Напишите, пожалуйста, в чат, меня слышно, да? Я слышно, да, все хорошо. Отлично, спасибо. Так, давайте с вами познакомимся. Зовут меня Цыба Елена, я преподаватель финансо-экономических дисциплин. Для начала я вам расскажу о себе и далее я вас познакомлю с нашей дипломной программой, которая называется «Руководитель финансовой службы». У меня высшее экономическое образование, специализация финансовый менеджмент. Второе высшее экономическое образование, юридическое, по направлению подготовки гражданское право. Опыт практической профессиональной деятельности и опыт преподавательской деятельности я имею более чем 10 лет. За годы своей практики поработала в компаниях различных сфер деятельности. Это и производство, и оказание услуг, и торговля оптовая, розничная, и строительство. Начинала свою карьеру с позиции помощник-экономиста. И самая высокая занимаемая мною должность – это заместитель директора по экономике и финансам. Независимо от того, чем занимается компания, какая у нее сфера деятельности, независимо от масштаба в деятельности компании, от организационно-правовой формы, практически везде, практически в любой компании требуется человек или даже, скажем, люди, которые обладают компетенцией руководителя финансовой службы. Ну, а должности могут быть абсолютно различные. Вот если мы сейчас посмотрим на данный слайд, то в самом низу мы увидим позицию финансового менеджера. Почему здесь финансовый менеджер? Сейчас объясню. Если компания небольшая, то данная позиция сопряжена с неким управлением, определенным набором финансово-экономических процессов. То есть в компетенцию финансового менеджера входят не только задачи исполнителя, но также задачи постановщика каких-то систем, организации каких-то процессов, разработки методик, методологии и так далее. Что касается позиции специалист по управленческому учету, то если она сопряжена с организацией и постановкой систем управленческого учета бюджетирования, то человек, занимающий данную позицию, несомненно, тоже должен обладать компетенциями руководителя финансовой службы. В компаниях побольше, ну так скажем, относящихся к среднему бизнесу, к крупному бизнесу, естественно, есть деление финансового блока на отделы, службы, группы, поэтому мы здесь видим должности руководителей всевозможных отделов. Это могут быть финансово-экономические отделы, финансово-аналитические отделы, планово-экономические, может быть даже отделы по направлениям финансового менеджмента, такие как отделы бюджетирования, отделы управленческого учета, контрольно-ревизионные отделы, отделы финансового контролинга и так далее. И вот наиболее высокие позиции, несомненно, финансовый директор, заместитель директора по экономике и финансам. Мы понимаем, что у заместителя директора по экономике и финансам функционал шире, чем у финансового директора. А финансовый консультант – это человек, как правило, приходящий в компанию для того, чтобы разработать какие-то системы, либо проконсультировать действующий персонал компании на предмет каких-то вопросов. И что касается руководителя компании, то, несомненно, любой руководитель компании должен понимать экономические законы, должен понимать, как формируются финансовые показатели компании, что на них влияет, что на них оказывает какие-то факторы, оказывает на них воздействие и как, самое главное, улучшить эти показатели. А кто же такой руководитель финансовой службы? Если человек осуществляет руководство какими-то определенными, то есть зона его компетенции сужается, какими-то определенными финансово-экономическими процессами, то должность, соответственно, может быть и пониже. Так вот, руководителя финансовой службы можно охарактеризовать, ну, с точки зрения четырех таких проекций. Это стратег и тактик, это политик, это руководитель или лидер, и это, несомненно, профессионал. По каждой из этой проекций хотелось бы поподробнее остановиться и проговорить. Почему руководитель финансовой службы стратег и тактик? Уважаемые слушатели, давайте с вами проиграем некую ситуацию. Буду вам признательна, если вы сейчас будете мне в чат писать ответы на вопросы. Представьте себе, что вы приходите в компанию, в хорошую компанию, с хорошей заработной платой, на позицию финансовый директор. Естественно, первоначально вы ознакомливаетесь со своими должностными инструкциями, с должностными инструкциями своего персонала, да, то есть тех людей, которые у вас находятся в подчинении. Вы понимаете, кто чем занимается, начинаете контролировать ход ихней работы, то есть какие-то оперативные вопросы вы решаете. Это все хорошо. Но в то же время, вы понимаете, может быть, это негласно, может быть, это не озвучивается, что высшее руководство и собственники данной компании ждут от вас чего-то большего. Как вы думаете, вот чего от вас ждут собственники компании и высший менеджмент, помимо решения текущих оперативных вопросов, помимо управления финансово-экономическими процессами, происходящими в компании на данный момент? Если у кого-то есть что сказать, буду признательна, если вы напишите в чат, пишите, пожалуйста, формулируйте свои ответы, может быть, кратко, может быть, вам захочется более подробный ответ дать. Как вы думаете, что высший менеджмент и собственники компании ждут от финансового директора, помимо решения текущих оперативных задач и вопросов? Дам подсказку. На данном слайде мы сейчас обсуждаем проекцию, стратег и тактик. Дмитрий, спасибо вам огромное. Увеличение прибыли, экономия финансов. Да, Светлана. Снижение издержек. Да, несомненно. Высший менеджмент ждет от вас улучшения финансового состояния и увеличения финансовых результатов. Несомненно. Предложение по улучшению оптимизации процессов, да, это уже как, ну так скажем, все исходящее из вот той формулировки, которую я вам сейчас обозначила. Если обобщить все, что вы сейчас написали, да, то повторюсь, это улучшение финансового состояния организации и увеличение ее финансовых результатов. Несомненно. Коллеги, идем дальше. Проигрываем эту ситуацию. Вот, мы выяснили, вы понимаете, да, что от вас ждут. С чего вы начнете? Как вы будете осуществлять данную перспективную работу? Вот, первым шагом будет что с вашей стороны? Что вы будете делать? Чтобы начать анализ... Спасибо, Марина, большое. Да, вы проведете анализ текущего финансового состояния предприятия. То есть вы возьмете финансовую отчетность этого предприятия за ряд периодов, проведете полный расширенный анализ, сделаете определенные выводы. Да, несомненно, Светлана, конечно, тоже с вами соглашусь, вы будете налаживать коммуникации с руководителями других подразделений, собирать информацию о данной компании. И далее, когда у вас будут обозначены определенные проблемы, определенные перспективы этой компании, вы наметите некие бизнес-цели для того, чтобы в дальнейшем проблемы устранились, какие-то перспективы данной компании реализовались, да, и через какой-то период времени вы ожидаете улучшения финансового состояния компании. Таким образом, вы будете выступать неким стратегом, тактиком. Давайте продолжим. По результатам анализа вы понимаете, что в последние годы данная компания осуществляет достаточно большие инвестиционные вложения по направлению замены оборудования. То есть оборудование достаточно изношено и согласно плану замены, замена осуществляется. Но в то же время, проанализировав другие показатели, вы приходите к выводу, что инвестиционные вложения были неэффективны. Затраты на производство растут и растут в динамике достаточно продолжительный период времени по причине того, что затраты на эксплуатацию обновленного оборудования тоже увеличиваются. Резюмирую. Инвестиционные вложения неэффективны. И эти инвестиционные вложения осуществляются на протяжении какого-то долгого периода времени, больше года. Что дальше вы делаете? Следующий этап. Проанализировав отчетность, проанализировав показатели, пообщавшись с руководителями подразделений, собрав некую информацию о специфике деятельности, об условиях хозяйствования деятельности данной компании, вы пришли к такому выводу. Что инвестиционные вложения, которые в последнее время осуществляются в немалых размерах, не приносят эффективности. Какие следующие ваши шаги? Пересмотр инвестиционных проектов, пересмотр инвестиций. Да, а дальше вы начинаете действовать как политик. Я думаю, что начинать надо с того, чтобы создать некий документ цели полагания, например, инвестиционную политику. Формализованную инвестиционную политику, в которой будут обозначены цели инвестиционных вложений, критерия оценки инвестиционных вложений, критерия отбора инвестиционных проектов и инвестиционных мероприятий. То есть вы будете выступать как некий политик. Кто такой политик? Это человек, обладающий властью и устанавливающий правила своей игры. А дальше компания будет жить по правилам уже вашей игры. Почему? Да потому что на основании этого документа цели полагания вы будете, да, Светлана, абсолютно верно, заложите инвестиционные риски в такой документ, спасибо большое. Вот на основании такого документа вы будете разрабатывать уже методики, согласно которым будут собираться данные, будут анализироваться данные, будут отбираться проекты. На основании такого документа вы будете вносить изменения в локальные нормативные акты, будь то регламенты об бюджетировании, будь то положение о подразделениях, устанавливающие ответственность тех или иных лиц за конкретные мероприятия. Таким образом, руководитель финансовой службы выступает как стратег, тактик, политик. Также руководитель финансовой службы, несомненно, должен быть лидером. Что это означает? Он формирует эффективную команду, он ставит задачу команде, он организует рабочие процессы, он стимулирует персонал к достижению определенных целей. Руководитель должен знать, какие подчиненные, с какими задачами лучше, в какой момент времени справятся. Какого человека мотивировать на результат чем-то определенным, а другого человека, например, другим чем-то. Почему? Потому что все люди обладают разными характерами, разными темпераментами и так далее. И четвертая проекция руководителя финансовой службы, профессионал, в высоком смысле этого слова, руководитель финансовой службы, несомненно, должен обладать знаниями, навыками в области управления корпоративными финансами и в области финансового менеджмента. Спасибо всем огромное, кто принимал участие в нашем обсуждении, очень вам благодарна, и мы идем дальше. Основные цели обучающей программы руководитель финансовой службы. Предоставить слушателям системные и комплексные знания в области экономики и финансов. Несомненно, мы с вами обладаем каким-то набором знаний и умений, да? Что-то у нас есть в теории, но нету на практике. Что-то, наоборот, у нас есть на практике, но нету в теории. И, кроме того, очень важно обладать знаниями комплексными. Когда нам ставят какую-то нестандартную задачу, иногда мы не знаем, как подойти к ее решению, вот тут-то нам пригождаются все наши накопленные ранее навыки и знания, да? Мы что-то начинаем доставать с вами из копилки. Соответственно, чем больше, чем выше наш кругозор, чем обширнее, прошу прощения, наш кругозор, тем мы большими компетенциями обладаем. Следующее. Научить слушателей управлять финансовыми результатами. Для этого нужно управлять затратами, знать всевозможные современные альтернативные подходы к управлению затратами и использовать альтернативные подходы к управлению финансовыми результатами, финансово-экономическими процессами. Научить составлять планы, прогнозы, выстраивать систему бюджетного управления предприятием. Также управлять финансовыми потоками, управлять финансовыми рисками, грамотно выстраивать инвестиционную, кредитную, налоговую политику компании. Решать нестандартные ситуации. Для этого мы учим решать бизнес-кейсы, моделировать процессы, формировать некие финансовые модели, которые помогут принимать управленческие решения, как долгосрочного, так и краткосрочного характера. Программа. Программа руководителя финансов. Программа соответствует закону об образовательной деятельности по количеству часов, по требованиям в части соблюдения профессиональных стандартов. Чуть-чуть попозже скажу, какие профессиональные стандарты мы должны соблюдать. В нашей программе присутствует 10 курсов. Программа данных курсов полностью позволяет удовлетворить цели программы для того, чтобы вы получили компетенцию руководителя финансовой службы. И сейчас я достаточно подробно по каждому из этих курсов вам предоставлю информацию. Первый курс. Руководитель структурного подразделения. На этот курс отводится 40 академических часов аудиторных занятий и дополнительно 16 часов для домашней работы. Что значит домашняя самостоятельная работа? Преподаватель курса может вам дать дополнительный теоретический материал для самостоятельного изучения. Потом преподаватель проверит, насколько хорошо вы его усвоили. Также преподаватель курса может вам дать, и как правило, так и бывает, домашнее задание. Сделать какой-то расчет. Сделать некий анализ. Решить некий квест. И, соответственно, вы также должны будете отчитаться преподавателю за домашнюю работу. Домашние работы обязательно, в обязательном порядке обсуждаются на следующем занятии в группе. Так вот, курс руководитель структурного подразделения научит вас создавать эффективную команду. Эффективно подбирать персонал. Управлять временем, так называемый тайм-менеджмент. Как распорядиться своим временем эффективно и временем своих подчиненных. Как работать в условиях многозадачности. Как справиться со стрессом. Как сглаживать конфликты в коллективе. Острые углы. Как делегировать полномочия. Что рекомендуется делать руководителю и что руководителю делать ни в коем случае нельзя. И давайте мы с вами здесь опять-таки обыграем некую ситуацию. Как вы думаете? Каждой свою позицию, пожалуйста, обозначьте на ваш взгляд. Возможно, вы не знаете, да, но какие-то мысли сейчас появятся. На ваш взгляд, что руководителю нельзя делать никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за какими исключениями. Напишите, пожалуйста, в чат. Что нельзя делать руководителю? В принципе, любому, в том числе руководителю финансового блока, ни при каких обстоятельствах и никогда. Так, заменять собой специалистов. Дмитрий, да, но бывают исключения. Специалисты могут заболеть. Работа встанет. То есть вот этот случай не относится к тому, да, который у нас без исключительный. Ругать подчиненного при всех, унижать, прошу прощения, в коллективе, да, согласна. Погружаться в рутину было, публично критиковать было, обсуждать свою личную жизнь. Коллеги, я имела в виду чуть-чуть другое, но вот уже, наверное, близко к тому, что Марина написала. Руководителю коллектива ни в коем случае нельзя говорить при подчиненных о том, что он устал. Понимаете, почему? Это высказывание будет не конструктивного характера, а деструктивного. Вот, и много-много таких моментов вы на данном курсе узнаете. Что-то новое для себя, несомненно, откроете. Второй курс. Основы экономики для руководителей, менеджеров и специалистов. В общем-то, это мой курс, я вам сейчас очень подробно про него расскажу. Начинаем мы на этом курсе с основных финансовых показателей. Очень важно не запутаться в терминологии. Финансовые показатели, да, имеют множество синонимов, множество каких-то подмен на практике в финансовом мире. Поэтому, когда я даю финансовые показатели, я стараюсь дать максимум-синонимов, которые существуют. Также, как рассчитать тот или иной показатель, от чего он зависит, и самое важное, как показатель интерпретировать, то есть как его понимать. В общем-то, экономика – дело чуть-чуть фантазийное. Какие-то показатели финансово-экономические мы можем даже придумывать новые с вами. Но самое главное – понимать, что мы считаем, да. Вот любой показатель нужно осознавать и понимать. Также на этом курсе мы рассматриваем основные экономические законы. Сначала приводятся примеры из нашей с вами повседневной жизни, то есть на примере наших личных финансов, а далее мы уже эту ситуацию переводим в контекст компании, предприятия. Также на данном курсе мы учимся читать финансовую отчетность. Баланс отчета прибылях и убытках, отчета движения денежных средств, несомненно, коррелируются между собой, то есть показатели взаимосвязаны. И вот когда мы смотрим с вами на отчетность, на цифры, не производя никаких дополнительных расчетов, что нам говорят цифры, как мы можем эту информацию интерпретировать. Третий курс – оптимизация налогов, методы и способы минимизации. На данном курсе уделяется очень большое значение налоговому планированию и налоговой оптимизации. Предполагается, что придя на этот курс, слушатели в какой-то степени знакомы с системой налогообложения Российской Федерации. Скажу, что это означает. То есть вы знаете, какие налоги компании должны платить, в какие сроки, как налоги рассчитываются, налоговая отчетность предоставляется, в какие сроки государственные органы, в сроки уплаты налогов, ну и, скажем так, ориентируйтесь в налоговых ставках. В принципе, вот этого достаточно. Что касается всевозможных налоговых льгот, преференций, освобождений, вот на данном курсе как раз-таки вам все это и расскажу. Четвертый курс – основы управленческого учета и бюджетирования управления затратами. Начинается этот курс с того, что мы учимся выстраивать финансовую структуру предприятия. То есть подразделения компании рассматриваем с точки зрения центров финансовой ответственности за общий финансовый результат компании. Далее рассматриваем классификации затрат основные, применяемые в управленческом учете, как будто классификации затрат на прямые, косвенные, переменные, постоянные, релевантные, нерелевантные. Эти все классификации, несомненно, важны и нужны для того, чтобы управлять финансовым результатом. Далее мы рассматриваем инструменты управления финансовым результатом. Но очень мало посмотреть это в теории, да. Очень важно построить систему управленческого учета в компании так, чтобы та же самая финансовая отчетность позволяла нам управлять финансовыми результатами. Так, коллеги, вопросик вижу от вас, да. Дмитрий, давайте я, наверное, чуть-чуть попозже, да, вопрос не маленький, поэтому с вашего позволения чуть-чуть попозже я ознакомлюсь с вашим вопросом и обязательно на него сегодня отвечу, может быть, пока нет. Прошу, если вы не против. Вот, чтобы нам время просто с вами не терять на данный момент, без ответа не оставлю, это уж точно. Так вот, если мы говорим о том, что очень важно организовать учетную систему определенным образом, то, конечно, на курсе мы должны эту ситуацию с вами проиграть. То есть мы, используя инструменты Microsoft Excel, формируем отчет о прибылях и убытках разными методами с такой степенью аналитичности информации, чтобы отчет позволял управлять прибылью, управлять финансовым результатом. Вторая часть этого курса посвящена инструментам бюджетирования. И здесь у нас очень большая практическая часть. Мы формируем некую финансовую бюджетную модель, начиная от операционного бюджета продаж и заканчивая прогнозным балансом. Пятый курс. Практикум по управленческому учету, задачи и решения. Это не что иное, как практическая отработка навыков, полученных на предыдущем, на четвертом курсе, на курсе основы управленческого учета. Здесь не будет теории совсем. Здесь вы будете решать бизнес-кейсы, моделировать управленческие решения, ну и получать ответы на ваши вопросы. Шестой курс. Анализ финансового состояния предприятия. Ну, в школе мы сегодня с вами заговорили про анализ финансового состояния. Сейчас я расскажу, что делается на данном курсе. Если по структуре курса пройтись, то примерно 30% теории и 70% практических занятий. Берется отчетность крупного, не совсем простого предприятия, отчетность бухгалтерская, годовая, и проводится финансовый анализ по всем разделам, практически по всем разделам. Но очень мало рассчитать показатели. Очень важно научиться делать выводы. Поэтому большое значение уделяется выработке рекомендаций для данного предприятия. То есть мы учимся видеть проблемы и находить пути их решения. Седьмой курс – разработка и внедрение системы показателей БСК и КПИ. Что такое БСК? Balanced Score Cut. Это система, ну, некого такого стратегического менеджмента, предполагающая, что любую цель, стратегическую, может быть, даже тактическую, может быть, операционную, нужно представлять в четырех проекциях. Что это за проекции? Продажи или клиенты, внутреннее развитие, рост компании, внутренние бизнес-процессы компании и четвертая проекция – финансы. Почему любую цель мы должны представлять в четырех проекциях как менеджмент, как руководители? Ну, потому что если мы будем воздействовать с одной стороны, с одной точки зрения, на цель, на проблему, то можно упустить все остальные три. Я вам сейчас рассказала вкратце по поводу сбалансированной системы показателей или сбалансированной системы счетных карт, а уж в какой ситуации, какие показатели применять, как их правильно группировать, как их сочетать. Вот об этом, обо всем более подробно вы узнаете на данном курсе. И по поводу системы ключевых показателей эффективности, KPI, наверняка многие знакомы, скажу, что на этом курсе будет практикум. Вы будете разрабатывать ключевые показатели эффективности на примере конкретной компании. Восьмой курс – основы инвестиционного анализа. Основы финансовой математики. Что такое простая процентная ставка? В чем смысл сложной процентной ставки? В чем смысл дисконтирования? Аннуитеты те же самые. Следующее. Инструменты инвестиционного менеджмента. Какие необходимо, в каких случаях, брать релевантные расходы и доходы для того, чтобы превращать их в денежные потоки, рассчитывать по проекту чистые денежные потоки, анализировать их, также тестировать их на предмет соответствия требуемой норме доходности и так далее. Какие бывают виды инвестиционных проектов и мероприятий? Потому что проекты бывают абсолютно разные. Бывают проекты в новое бизнес-направление, что называется, с нуля. Бывают венчурные проекты, а бывают небольшие инвестиционные мероприятия по замене того же оборудования. Вот в каждом случае очень важно соблюдать некий такой индивидуальный подход и применять определенный набор критериев и инструментов. Девятый курс. Управление рисками. Риск-менеджмент так называемый. Чтобы рисками управлять, нужно изначально риски увидеть. Какие бывают риски, как они классифицируются, как их выявлять. Очень важно, как их оценивать, анализировать, ну и далее уже разрабатывать стратегии, мероприятия по снижению рисков. Также на этом курсе речь пойдет об основах организации управления рисками в компании, так называемой системы управления рисками СУР. Десятый курс. Стратегический менеджмент. Вот основная задача данного курса это выработать стратегическое мышление у вас, как у руководителя. Знание видов стратегий, инструментов стратегического менеджмента. В этом курсе имеет место быть. Как я уже и говорила, много значения мы придаем в нашей программе практикуму. Что такое практикум? Я сейчас прокомментирую данный слайд, буквально недолго, и переключусь на свой рабочий стол, покажу вам два практикума. Один из курса управленческий учет, второй из курса финансовый анализ, чтобы вы имели представление, о чем мы, в общем-то, занимаемся на курсах, что мы формируем, что это за такие финансовые модели и так далее. На данном слайде обозначены основные работы, которые вы в рамках дипломной программы встретите, с которыми вы соприкоснетесь. И сразу скажу, что вот все рабочие файлы экселевские, заполненные, корректные, в окончательном виде, они останутся у вас. Это будет, ну, так скажем, некий базис, некая платформа для вас, да, для того, чтобы вы потом уже эти модели адаптировали под свою специфику деятельности, используя информацию того предприятия, в котором вы работаете или когда-либо работали. Модель отчета о финансовых результатах деятельности для цели максимизации прибыли с использованием различных методов учета затрат директ-костинг, абсорбшн-костинг, маржинал-костинг. А вот данную модель мы формируем на курсе управленческий учет. Второе. Формирование комплексной финансовой модели системы бюджетирования предприятия. Тоже на курсе управленческий учет мы формируем некую бюджетную модель, я уже о ней говорила, и чуть-чуть попозже я переключусь, ее покажу. Третье. Формирование модели для анализа финансового состояния предприятия. Тоже упоминала о ней. Остается только показать вам. Четвертое. Расчеты и обоснования различных типов инвестиционных проектов. Разработка корпоративных ключевых показателей, KPI, и разработка стратегических целей компании. Помимо вот таких практикумов, в процессе прохождения программы вы будете решать бизнес-кейсы, ситуационные задачи. Какие-то у нас преподаватели устраивают даже брейн-ринги, дают вам на дом квесты очень интересные, поэтому, ну, так скажем, скучать не придется. И вот сейчас я переключусь на свой рабочий стол, покажу вам практику по бюджетированию. Так, я вижу, что всем видно очень хорошо. Значит, начинаем мы с бюджета продаж. Вот эта первая вкладка – это операционный бюджет. На примере конкретного предприятия здесь есть ассортимент, состоящий из трех продуктов. После того, как мы сформировали бюджет продаж, заложили определенные методы планирования, объемов продаж и прогнозирования цен. Переходим к формированию, к дальнейшему формированию всех операционных бюджетов. производства, прямых затрат на материалы, прямых затрат на труд, операционный бюджет закупок. У нас есть некие бюджетные расчетные формы, как расчет цены списания сырья и материалов производства и расчет стоимости готовой продукции. Иные операционные бюджеты, общепроизводственных расходов переменных, общепроизводственных расходов постоянных, управленческих, коммерческих расходов. В итоге мы формируем бюджет доходов и расходов. Бюджет доходов и расходов у нас является некой итоговой формой большинства операционных бюджетов. Формируется он, так скажем, автоматически, то есть везде присутствуют ссылки. Если мы будем изначально менять с вами план продаж, то у нас, естественно, пересчитается БДР, бюджет доходов и расходов, и на выходе мы уже получим пересчитанные итоговые финансовые показатели. Далее у нас добавляются вспомогательные бюджеты, такие как планы погашения дебюторской задолженности, кредиторской задолженности, инвестиционный бюджет обязательно, план погашения кредитов займов, после чего мы можем с вами, опять-таки, перейти к формированию, к алгоритму формирования бюджета движения денежных средств. Он тоже формируется не вручную, данные притягиваются из операционных и вспомогательных бюджетов. Вот как заложить такой алгоритм, как установить взаимосвязь всех показателей, мы, конечно, это на курсе с вами обсуждаем и делаем мы данные формы не на одном занятии, далеко не на одном, на протяжении нескольких занятий. И самая последняя вкладка – это прогнозный баланс, который является очень хорошим инструментом для управления компанией, для прогнозирования деятельности на будущее и некой такой контрольной процедурой для того, чтобы понимать, что все бюджеты сформированы верно, корректно, правильно, что соблюдается взаимосвязь из бюджетных показателей. И еще один файл, который я вам хотела сегодня продемонстрировать. Мы заполняем на курсе анализ финансового состояния. Начинается все с того, что мы заносим данные бухгалтерской финансовой отчетности по формам бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала и отчет о движении денежных средств. Далее мы уже начинаем анализировать эту информацию по каждому разделу очень подробно. Следующая вкладка у нас называется «Предварительный анализ баланса». Это некий такой экспресс-анализ к вопросу о том, а как читать информацию баланса, не прибегая к каким-то дополнительным расчетам, а проведя минимальный набор вычислений. То есть, сделав дополнительные колонки, которые у нас относятся к горизонтальному и вертикальному анализу, мы уже здесь можем сформировать некие косвенные выводы о финансовом состоянии предприятия. Также есть у нас предварительный анализ отчета о прибылях и убытках. Мы обязательно пишем выводы по результатам анализа каждой формы. А вот дальше мы начинаем анализировать очень-очень подробно каждый практический раздел. анализ дебиторской задолженности, анализ затрат и прочих доходов, анализ имущественного потенциала организации, анализ ликвидности и платежеспособности предприятия по балансу и также по отчету о прибылях и убытках. Раздел анализа финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость анализируется по нескольким методикам, по нескольким показателям, и все мы это рассматриваем. Анализ деловой активности, анализ денежных потоков, анализ взаимозависимости от депонт, то есть анализ доходности, рентабельности бизнеса в нескольких проекциях. Анализ рыночной привлекательности акционерного общества, рассчитываем такие интересные показатели, как прибыль на акцию, дивидендная доходность и так далее. Также анализируем кредитоспособность нашего предприятия по методике Сбербанка и по методике экономиста Бивера. В конце делаем выводы комплексно с учетом всех выводов, которые сделали ранее по каждому разделу. Все это прописываем, пишем некие рекомендации для предприятия, чтобы улучшить ему финансовое состояние. И, как правило, также в самом конце занятия мы формируем некий алгоритм проведения анализа отчетности предприятий, с чего начать, какие показатели следует считать в зависимости от специфики деятельности или от сферы деятельности, какие, может быть, показатели можно проигнорировать, чтобы не делать какую-то лишнюю работу. Так, вот таким образом. Требуемая подготовка к прохождению программы. Требуемая подготовка, в общем-то, скажем, незамысловатая, знание основ бухгалтерского учета и знание Excel второго уровня, расширенные возможности. Если у вас есть какие-то курсы, да, законченные в нашем учебном центре либо в других учебных центрах, это замечательно. Если у вас есть эквивалентный опыт работы, но нет окончания курсов, то вы можете зайти на сайт и сдать в соответствующем разделе курса тест. Также рекомендуется пройти курс по налогообложению. Основы налогообложения – ведение налогового учета, проблемы и решения. Особенности программы. Как я уже говорила, программа составлена с учетом требований профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты. Это следующие стандарты – специалист по финансовому консультированию и специалист по управлению рисками. Также мы ориентировались в разработке программы на третий стандарт, который пока еще находится в стадии проекта. Этот стандарт называется финансовый директор. Объем программы соответствует объему, установленному законодательством, для того, чтобы вам проходить профессиональную переподготовку. Особенность программы заключается в индивидуальном подходе к определению плану, плана графика обучения, вашего обучения, обучения каждого слушателя. То есть вы сами формируете план своего обучения с учетом того, что каждый курс проводится в соответствии с расписанием курсов на сайте. Вы смотрите, в какое время, в какие определенные даты будет проводиться тот или иной курс и формируете план график своего обучения самостоятельно. Очередность курсов вы можете также менять по своему усмотрению. Каждое занятие длится 4 или 8 академических часов в зависимости от формата. Курсы бывают вечерние, соответственно, занятия вечерние проводятся во время с 18.30 до 21.30 и также занятия бывают по формату утро плюс день с 10 часов утра до 17 часов 10 минут. Очень приветствуется в процессе обучения живое общение с преподавателем во время занятия, формулирование всевозможных вопросов преподавателю, как во время занятия, так и после. Активная работа во время занятия, активное, так скажем, участие, вовлеченность. Проходить обучение можно как очно, так и дистанционно по вебинару. И по итогам прохождения каждого курса необходимо будет проходить аттестационное выходное тестирование, которое заключается либо в сдаче тестов, либо в сдаче определенных работа, которую назначает конкретный преподаватель. Как результат прохождения дипломной программы что вы получаете? Вы получаете актуальные, современные, свежие, да, знания в области финансового менеджмента и управления финансами. Вы получаете практические навыки. Также у вас остается практический материал в виде рабочих файлов. Вы можете запросить у преподавателя дополнительный материал теоретический к курсу. Также наши преподаватели могут вам предоставить некие живые регламенты, инструкции, учетные политики и так далее. И, соответственно, вы получаете документы об образовании. Вот, коллеги, я сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Да, три вопроса уже вижу. Пожалуйста, посмотрите на данный слайд. Возможно, у вас еще какие-то вопросы появятся помимо тех, которые обозначены на слайде, да, организационного характера или наполняемости курсов. Я пойду снизу вверх. Вот Татьяна написала, в какой последовательной ности желательно проходить все 10 курсов. Татьяна, вот в той последовательности, в которой они были приведены на слайдах. А там вот вы уже сами индивидуально смотрите, может быть, что-то поменяете под себя. Так, Дмитрий, в рамках предполагаемой программы будут рассмотрены вопросы проектирования с нуля отладки финансовой структуры организации. То есть, когда финансовая структура не совпадает с организационной структурой. Да, вот как раз таки мы говорили про центры финансовой ответственности, да, про финансовую структуру. И у нас там есть такой, ну, практический бизнес-кейс, когда мы берем организационную орг структуру и начинаем ее перекладывать на финансовую структуру. Поэтому, да, отвечу утвердительно на ваш вопрос. Коллеги, можете еще писать? Я пока вот у Дмитрия вопрос такой был достаточно большой. Читаю. Бизнес-цели, не целевые финансовые показатели формирует именно руководитель финансовой службы. Так у вас на слайде было написано. А бизнес-цели, я имею, имеются в виду бизнес-цели в части управления финансами. Чем тогда занимается остальной менеджмент и собственник? Нет, несомненно, они формируют уже бизнес-цели общие, да, а вот руководитель финансовой службы формирует бизнес-цели в рамках своих компетенций. Скажем так. Так, большая часть трудностей в работе руководителя берет начало из формулирования единых для предприятия целей. Ну да, возможно так, что руководитель на себя берет то, что, в общем-то, ему не по силам. Как понуждать менеджменты собственников к формированию адекватных целей? Ну, я думаю, путем какого-то такого совместного, наверное, путем совместных усилий приходить уже к какому-то консенсусу. Так, коллеги, есть ли еще у вас какие-то вопросы? Вот, если нет, тогда я, пожалуй, передаю Ольге роль, передаю Ольге слово. Я забрала сейчас права презентера. Пока вы, уважаемые слушатели, формулируете сейчас, может быть, вопросы, да, еще можете написать их в чат, я хочу сказать несколько слов про востребованность. Я проанализировала сайт хэхэ.ру и вот на слайдах можете увидеть, что руководители по направлению, руководители финансовых направлений достаточно востребованы и мы видим такие вакансии, финансовый контролер, финансовый аналитик, бизнес-аналитик, то есть сейчас, допустим, бизнес-аналитик является наиболее востребованной из всех приведенных вакансий и если говорить по зарплатам, то на гистограмме вы видите изменение уровней средней заработной платы руководителя финансового отдела в Москве в 2020 году и мы видим, что за период пандемии зарплата упала, но потом постепенно уровень зарплаты возвращается к кризисному и таким образом зарплата руководителя финансового отдела в 2020 году в Москве колебалась от 65 до 172 тысяч рублей если говорить про финансового директора в Москве то минимальная зарплата в 2020 году составила 80 тысяч рублей и максимальная 150 тысяч рублей итак слайды не видны почему-то сейчас секундочку сейчас еще раз попробую переключиться а если так сегодня а так видно скажите пожалуйста давайте попробуем в таком формате спасибо что написали ну вот собственно говоря две гистограммы которые я взяла с сайта mosquatru.com и вот на них изображено колебание заработных плат хочу еще несколько слов сказать о преподавателях данного курса это у меня следующий слайд здесь они изображены и как вы видите да они все преподаватели наши с большим опытом практической части и также с большим опытом преподавания то есть они умеют найти подход к слушателям и знают современные требования рынка и дают вам только самый актуальный кейс необходимый для практической деятельности как вы можете увидеть преподаватели все работали не один год в крупных организациях и имеют большой практический опыт являются экспертами в своих направлениях работы что касается диплома диплом мы выдаем в конце данной дипломной программы диплом о профессиональной переподготовке он выдается всем у кого есть высшее образование или среднее или среднее образование также по окончанию каждого курса вы получите удостоверение специалист о повышении квалификации вы можете например в течение года проходить каждый из курсов в конце каждого у вас будет удостоверение и в конце прохождения программы также диплом и для тех у кого совсем нет образования соответственно выдается свидетельство центра я думаю что наверное данная программа такого не предусматривает скорее к нам придут люди с каким-то базовым образованием с наличием его вот итак у нас еще есть один вопрос от Светланы будет ли доступна презентация лектора вы Светлана имеете ввиду презентация на при прохождении дипломной программы да Елена высылаете презентацию когда ведете да конечно презентации все будут у слушателей так же как и практический материал в Excel вот и еще вопрос от Владимира как взаимодействовать финансовому директору и IT директору по вопросам инвестиций высокотехнологичной инициативы если финансовый директор далек от IT ну я отвечу так что нужно наверное со спецификой деятельности да как-то постараться познакомиться иначе тяжело тяжело взаимодействовать моя рекомендация да пройти какой-то курс по IT базовый хотя бы чтобы чуть-чуть понимать этот процесс хорошо пойдем дальше сейчас хочу пару слов сказать о стоимости дипломной программы стоимость ее от 137 тысяч рублей и я хотела бы рассказать про подарки для всех кто зарегистрировался сегодня будет смотреть на записи и также присутствует онлайн всем кто захочет пройти эту дипломную программу мы даем промокод рукфин 2412 и при полной оплате дипломной программы в течение трех дней по 27 число включительно вам предоставляется скидка на сумму 13000 рублей для оплаты данной дипломной программы для получения данной скидки вы можете обратиться к менеджеру и назвать следующий промокод промокод я скопирую вам на всякий случай отправлю отправлю в чат отправила вот и у нас еще есть несколько вопросов к Елене так а нет это не к Елене уже прошла три курса из десяти ограничено ли каким-то образом время прохождения всех десяти курсов насколько я помню три года за три года вы должны пройти данную программу и соответственно с менеджером тоже можно решить этот вопрос если вы три курса прошли из десяти и до этого не планировали по дипломной программе учиться то стоимость самой дипломной программы вам могут пересчитать с учетом зачастить эти три курса и стоимость будет прохождение ниже итак для тех кто еще не решается на дипломную программу хочу сказать несколько слов про наши комплексные программы по данному направлению это программа инвестиционный менеджер так как вливание крупных средств в бизнес всегда дело рискованное чтобы не допустить этого компании привлекают грамотных специалистов инвестиционных менеджеров которые проводят анализ целесообразности эффективности вложений и от таких сотрудников конечно требуются специальные знания и умения которые мы даем на нашей комплексной программе также у нас есть отдельный курс такая комплексная программа финансовый анализ и она направлена на подготовку специалистов по оценке и анализу финансового состояния предприятия в ее основе лежит наш топовый курс по финансовому менеджменту а также дополнительный 16-часовой практику и дополнительно я хочу вам рассказать что после прохождения дипломной программы в течение 6 месяцев вы можете со скидкой 50% пройти курсы любые наши курсы в режиме онлайн мне кажется это прекрасное дополнение если после пройдет больше чем 6 месяцев то также вам предоставляется скидка 15-25% на курсы которые как бы смежные с данной дипломной программы так называемый у нас есть список рекомендуемых курсов каждой дипломной программе и вы также получите на них скидку для оформления промокода для уточнения стоимости с учетом может быть ваших индивидуальных скидок вы можете обращаться к менеджерам по телефону либо на электронную почту вам с удовольствием ответит дорогие друзья есть ли еще какие-то у нас вопросы пишите пожалуйста в чат сейчас как раз можно их задать так вопросов я не вижу про программу финансовый директор это программа финансовый анализ если вам интересно узнать поподробнее вы можете саконировать либо QR-код либо сейчас я кину скопирую в в чат вам ссылку на данный курс вопрос от Татьяны практикумы будут проходить очно или в режиме вебинара Ольга давайте я отвечу на вопрос Татьяны практикумы проходят как очно так и в режиме вебинара то есть вот представьте что вы сейчас в режиме вебинара присутствуете на нашем семинаре вот все что вы сейчас видите на экране вы также будете видите на доске если вы будете присутствовать в нашем учебном центре но в учебном центре вы еще будете видите меня вы будете видеть коллег да ориентируйтесь как вам удобнее в чем плюс присутствовать на занятии в режиме оффлайн вы можете общаться с коллегами вы можете общаться со мной в перерыве после занятия ну и опять-таки живое общение оно ну его никто не отменял оно более продуктивно как правило если нет такой возможности можно выходить на занятия дистанционно через вебинар качество обучения от этого ну никак не снимется это уж точно ну лично мое мнение что сейчас в режим такой пандемии мы вы экономите при онлайн обучении и средства на дорогу и также снижается риск какие-то риски связанные со здоровьем потому что сидите у себя дома не надо нигде передвигаться по городу добираться там длительное время качество обучения в принципе не снижается то есть практикум вы выполняете у себя на компьютере вам нужно будет открыть два носителя на одном носителе например на телефоне вы видите что делаю я и на другом соответственно например на ноутбуке делаете вы уже если вы находитесь в аудитории то там компьютеры у нас стоят и некоторые аудитории оборудованы даже двумя мониторами для удобства вы видите что я делаю на доске у нас большой проектор и также работаете на компьютере уже со своего рабочего места в общем-то вот так если еще есть вопросы коллеги у нас еще пять минуточек давайте если есть вопросы мы успеем на них ответить так есть звук какой звук да звук есть спасибо ну что я думаю что мы достаточно исчерпывающе рассказали про программу тогда уважаемые слушатели будем прощаться если вы какие-то вопросы у вас возникнут вы можете задать их с менеджером и по телефону либо по электронной почте хочу поблагодарить Елену спасибо за прекрасное представление данного курса слушатели вот вас в чате тоже благодарят спасибо всем кто пришли пришел сегодня на онлайн нашу встречу приглашаем вас наш учебный центр повышать свою квалификацию также всех приглашаю нашу службу трудоустройства спасибо большое Ольга но еще хотелось бы добавить если есть какой-то вот вопросик такой который ну скажем является результатирующим да вот у вас вопрос идти учиться не идти учиться и вот что-то профессиональное вас мучает вот будет ли рассматриваться на курсе именно это вы можете да вопрос написать через сайт мне на электронную почту я вас сориентирую по программе руководитель финансовой службы мгм Продолжение следует...